Здравствуйте, дорогие слушатели курса алгоритмов и структур данных. Сегодня мы с вами научимся вычислять числа Fibonacci. Начнем с простой наивной реализации. Смотрите. Как я уже говорил на прошлом занятии, всю логику мы будем реализовывать внутри метода RAN. Давайте начнем с очень простого метода, который рекурсивно вызывает функцию, вычисляющую числа Fibonacci. Для этого сделаем рекурсивную функцию, которая принимает число n и возвращает n для числа Fibonacci. Как она будет работать? Она будет смотреть, если число n маленькое, тогда нужно вернуть просто n. Действительно, нулевое число Fibonacci равно нулю, первое равно единице. Если число больше единицы, тогда она будет рекурсивно вызывать саму себя. Наш чудесный рекурсивный метод готов. Давайте его вызовем. Например, давайте выведем десятое число Fibonacci. Программа сказала нам, что десятое число Fibonacci равно 55, отработал за одну миллисекунду. Давайте посмотрим, как раз это время работы, когда мы увеличиваем число n. Для этого давайте запустимся в цикле. Передадим сюда число n, а здесь добавим цикл. Чтобы было удобнее, здесь давайте выведем число n, чтобы его не потерять. и n, то есть число Fibonacci. Вот смотрите, если маленькие числа Fibonacci считались почти мгновенно, то вот уже к сороковому числу мы тратим несколько секунд на каждое число. И это время растет, как видим, очень быстро. То есть вот здесь было где-то полсекунды, вот 45 считается уже 5 секунд. 46 можно, наверное, не дождемся. Давайте немножко подождем. Еще чуть-чуть. Вот дождались. Работает почти 10 секунд. Почему так происходит? Как вы уже знаете из курса, все дело в том, что у нас слишком много рекурсивных вызовов. Давайте, чтобы было нагляднее, посчитаем действительно сколько их. Давайте, давайте, заведем счетчик рекурсивных вызовов, и внутри каждого вызова будем увеличивать его на единичку. А здесь выведем. Вот мы видим, что количество рекурсивных вызовов действительно растет по экспоненте с увеличением числа n. Из-за этого растет по экспоненте и время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова